И почему ты еще не на стримах ЛЕ Плей? Так, я вообще не знаю, кто эти челы, но про них тут что-то негативное. Что-то негативное. Итак, Похитители детства, Бодобумчик и компания. Бодобумчик звучит как герой детской передачи. Бодобумчик или Лапунчик, сегодня мы будем с вами надевать шарики! Лицо, особенно девушки, как бы намекает на то, какое видео нас ждет. Посмотрите внимательно. Вы готовы? Да, в общем-то, ладно, хорошо, поехали. Ой, я свернул чат с Орембо. Все, поехали. Бодобумчик, Роблокс Квин, Фрося, Аскоридзе. Роблокс Квин, это что? Это чел выглядит так, как будто бы он в бирюлево, деньги выбивает у лохов. А она выглядит так, как будто на самом деле она лысая и у нее парик. Эти и многие другие детские блогеры ныне являются без малого кумера. А, это детские блогеры? Нихуя себе, блядь, они уже ведут себя совсем не по-детски. Лысый чел с огромной харей и какая девка рядом эта. Он выгодчил из девяностых, который с девкой приехал после бани. Чисто, ну, поразвлечься. Поедем, блядь, с братвой потусим, блядь. Вот они, новые блогеры, понимаете? Детские блогеры, да? Такому че не так скажешь, так он тебя заточкой в пучку, и все. Мирами самых младших пользователей интернета. Это чисто я такой, блядь. У людей постарше же их видео вызывают лишь сильные... Отлично, отлично. ...спанский стыд, рвотные позывы и желание поскорее выключить это дерьмо. Но так ли все просто? Что если я скажу вам, что Бодобумчик и вся его компашка обманывают свою аудиторию? О, нет! Снова! Снова! Опять 25! Как неожиданно! Путем мошенничества крадут у детей. Всем привет, друзья! Многие из вас увидели, что я играю в футбольной команде и очень люблю футбол. Я частенько люблю заряжать ставку на любое событие, и в этом мне помогают мои друзья из... Верняка! Блядь, вот просто... Просто... Вот... А какой еще... Кого он еще мог рекламировать? Если это каперы, то у них обязательно будет быть длячье название. Здорово, пацаны, ее фортумастер! Сегодня наверняке ставим, блядь, на Спартак! Вот, пацаны изверняка слили инсайт 4.0, блядь. Короче, чисто поднимаем бабки, колбасим, блядь, районы. Да, а на самом деле он, блядь, Роблокс снимает, наверное, или еще что-нибудь. Верняк, блядь! Там ребята показывают, на какие матчи выгоднее всего ставить, чтобы не просто кайфануть с футболом, но и хорошенько поднять. Для тех, кто плохо понимает, что это такое, ребята, я сразу объясняю. Каперы это люди, которые помогают вам делать ставки. Ну, то есть, говорят, куда поставить для того, чтобы выиграть. Сразу вам объясняю. 99,9% каперов наебщики. Да, они наебывают, они нихуя на самом деле не знают, и они там, не знаю, за сезон там 60% выигрышей сделали, о господи, и все, и возомнили себя каперами. На самом деле это люди, не какие-то спортивные аналитики, которые действительно глубоко знают какую-либо спортивную дисциплину и вправду могут грамотно оформить ставку. Это просто клоуны. Вот, люди, которые действительно настолько охуенно могут разбираться в спорте, что действительно зарабатывают на ставках, а таких и такие есть, их очень мало. Они, о господи, не ведут никакие телеграм-каналы. Так что да. Вот, значит, показывают, на какие матчи выгоднее всего ставить, чтобы не просто кайфануть с футбола, но и хорошенько поднять. Блядь, я сделал в общей сумме 15 ставок, и 14 из них зашло, только задумайтесь об этом. Блядь, какое же мудло лысое. Он, наверное, облысел, потому что у него жадность вытолкнула волосы из башки. Это, ну это пиздец, блядь, это просто охуеть. Смотрите, что он несет, 15 из 14, блядь, ну какой же ебаный, 90... Блядь, господи, блядь, вот, а кто-то же на это ведется, задумайтесь об этом. А я вам еще раз говорю, задумайтесь, на самом деле, ребята, но ставки на спорт в лицензированных только БК надо делать, и вы всегда должны воспринимать это, в первую очередь, как развлечение. Ну, то есть, там, по возможности своей, у кого сколько денег, там, 1000 рублей, 500 рублей, 100 рублей на какой-нибудь матч, чтобы просто поднять азарт просмотра какой-нибудь Доты 2 или, не знаю, Лиги Чемпионов, там, неважно. Но, ни в коем случае не стоит воспринимать ставки, как заработок, потому что 99% не могут зарабатывать на ставках. Вы не разбираетесь в спорте настолько сильно, чтобы вы действительно могли выделывать 14 из 15. Вот. Так что, учитывайте это, да. Я сделал в общей сумме, так, ни слова больше, переходите, пока канал еще открыт. Пока открыт! Скоро закроют! Все букмекеры охотятся на этих ребят! Причина в том, что они уже обанкротили 4 из них. Все благодаря их прогнозам на ставки. Эээ, значит, поднимайтесь вместе со мной. Поднимайтесь вместе со мной. Блядь, лысеть может вместе с тобой. Ну, это такое себе, я тебе скажу. ...деньги. И, наконец, являются пособниками... Набор в школу секса! До 14 лет. Писать в... ЧЕГО, БЛЯДЬ? ЧЕГО НАХРЕН? Это какая-то шутка, я не понимаю, что это... В смысле, это какой-то прикол, может быть, у них местный? Я... Ну, даже если это какой-то прикол, то почему-то... Что это за бред? Я ищу... Эээ... Кексальную романтическую девушку. Ну, вы поняли. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать или четырнадцать лет. Мы вместе занимаемся романтикой. И вместе... Видимо, кексулем. Мы обмениваемся видеосообщениями. Это что за притон кекофилов? Ищу очень раскрепощенную и послушную девушку. Девяти, одиннадцать лет для выполнения раскрепощенных заданий. Пиши в ЛС. Покажу большой баклажан. Казашки огонь! Пишите тоже. Чего нахер? Крупных педалобби в стране. И нет, это я сейчас не преувеличиваю. Не-не, погоди, это реально шутка, или они так в наглое это делают? Алё, товарищ майор. Смотри, ой. Мне кажется, пора заняться этими ребятами. Конца и сами все увидите. Ну, а с вами я забавный. Это мой проект Фабаха. Приятного просмотра. Влад Бадабумчик, человек, на ней снимающий одни из самых популярных среди детей шоу на ютубе. Начинал он с обычных кринжовеньких скетчей в тихо. Мы, кстати, с вами можем наказывать из таких ребят. Если кому-то есть 18, мы действительно видим фишку противозаконную, на которую по каким-то причинам не обращают внимания, потому что она скрыта от глаз. Знаете, как это делается? Каждый из вас, если вы, например, если они из России, и вы из России, Каждый из вас, неважно, где он находится, вы можете написать заявление в полицию, касательно случившегося противоправного вот этого акта, которого вы ставили свидетелями. Вот. И каждый из вас может написать, причем это можно подать в онлайн образе подобное. И если такое количество людей подаст сразу, то, следовательно, этих ребят мгновенно, мгновенно начнут проверять сразу же. В тиктоке. Алло, Эдик, мы теперь можем ничего не скрывать. Я скоро буду, пупсик, да? Был пацан, и нет пацана. Поняв, что с гейских шуточек в тиктоке много не заработаешь, Бадабумчик придумал гениальную пиар-схему. Создавать конфликт с уже популярным блогером в тиктоке, а после переносить его на свой ютуб-канал, на почве этого переманивая туда аудиторию. Первый такой конфликт Бадабумчик устроил с Дим Димычем. В ходе него они даже подрались. Да уж. Естественно. А дети, наверное, просто усыхают. Давай, давай, не будь там, блядь, правый, сплявый, он сказал Майнкрафт-дельмо, а тот сказал Сталкер, отстой, набей ему лицо. Но такой захватывающий контент привлёк детскую аудиторию и принёс Бадабумчику миллионные просмотра. Вы посмотрите просто какое превью, это просто как будто бы ожидаемый бой ММА, просто главный за поиск чемпиона в лёгком весе. Вы посмотрите просто, пацаны, да, такие серьёзные, сложные лица. Да, главное не смотреть просто, как они руками машут, сразу становятся, они сразу становятся какими-то пусечками. За почти два года, кстати, такие видеоактуальности свои не потеряли. И до сих пор Бадабумчик, по сути, занимается тем же самым. Конфликт, конференция, драка. Конфликт, конференция, драка. Конфликт, конференция, драка. Изменилось только то, что теперь в его видео участвует определённый костяк людей, которые поочерёдно друг с другом срутся, тем самым генерируя контент с явно повышенным содержанием кринжа. Раз, два, три. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а, Бадабумчик! А это, кстати, Фр... Предыдущее предложение я отменяю с правоохранительными органами. Предлагаю сделать то же самое, но психиатрическую лечебницу. То же самое, просто меняем полицию на медиков. И ими обязательно займутся. Фрося, та самая Фрося, которая ела бургеры с семенной жидкостью Потом якобы вкачивала ее в... ЧЕГО? Губы, садилась на бутылку, делала ногти из говна и гноя Мне продолжать? Сейчас же, благодаря Бодобумчику, она имеет стабильный трафик детской аудитории Которой она продолжает транслировать подобный контент Блядь, это просто, я вообще о них не знал Ебать Села посрать на дорожку, вкусная точка Блядь, сука, лезет, лезет, блядь Я обосралась в кинотеатре КРАСАВА! У-у-у-у-у А вот это рядом с Фрося и Роблокс Квин Приличная девчонка, которая до последнего не хотела окунаться в весь этот трэш Ну все же окунулась, ну как бы да Очень приличная Если бы тебе предложили за миллион Или не окунулась Он рублей или более снимать такой же контент, как у Полины Хлеб, Аскаридзе, Фрося и у остальных трэш-блогеров Я бы не снимала У меня аудитория в большинстве это там дети-подростки И я не собираюсь их посвящать вам что-то ужасное и так далее Потому что я ценю их А зачем она пришла тогда туда, я что-то не могу понять И ценю их интересы Ну она же не обмазывалась говном В этом прикол, типа То есть я тоже могу прийти и пропиарить любую движуху, которая творит полный трэш А оправдаться тем, что Ну я-то не делал Не, ну мало ли, что я пришел и привлек свою аудиторию к просмотру Ну я-то не делал Я, я же не делал, не делал Все, какие ко мне вопросы Ну мало ли, что я пришел туда, где над людьми издеваются Ну я же просто, я же не издевался Но в итоге она сдалась Деньги и фейм для нее все-таки оказались важнее Во всех конфликтах на канале БДБумчика ясно читаются плохая и хорошая стороны С одной стороны фрики по типу Фросси или Аскарид, затворящие явно неадекватные вещи Я вам серьезно говорю, что все мечтают со мной с королем познакомиться Я не знаю, что делать А с другой стороны, самоадекватность Люди показывающие... Вот понимаете, на самом деле в этом виновата во многом аудитория Вот вы на них смотрите и думаете Бля, что за долбоебы Но виноват на самом деле аудитория Это просто легкий путь Привлечь большое количество внимания, хейта и так далее Но это все генерирует трафик Все очень просто Все упирается всегда в просмотры, цифры Следовательно, выходящие из этого монетизацию Если бы людям это было неинтересно Если бы они это не смотрели Они бы этим не занимались Поймите, я уже тысячи раз это объяснял Никто бы и не вставлял себе какую-то хрень сюда Не обмазывал бы жопу говном Если бы на это смотрели два человека Они бы сразу же на это забили бы И искали бы другие пути Привлечь внимание Причина исключительного аудитории Это вот большая часть аудитории Это хавает им заебись И это отлично Я вам... Ну это, кстати, везде такая хрень Сейчас трешак Это один из самых простейших способов Подняться в медиа-движухи Будь то Twitch или YouTube Ты должен выполнять определенную роль Вести себя как немножко сумасшедший Записывать какую-то сюрреалистичную Артхаусную дресню иногда И чтобы люди обсуждали Говорили, что ты долбоеб Но долбоебы на самом деле они Чина этих фриков пальцем и говорящий Фу, это неприемлемо Зачем ты сюда позвал этот кринш? Как я рад, что вырос на стримах А на стримах у... На Twitch или на YouTube Думаешь, этого меньше, что ли? Ты думаешь, что это какой-то отдельный вид? Что это только видео... Именно в записанном видео такая хрень? На прямых трансляциях такого до пизды Многие, даже сейчас, кто популярные стримеры Либо поддерживали свой хайп, либо стартовали свой хайп С какой-то пиздотней абсолютно ебанутой Просто жесть А, на моих стримах? В первых секунд просто навалил лютейшего кринжа Бадабумчик, кстати, всегда на стороне адекватных, прошу заметить Все конфликты Бадабумчика построены именно таким образом, потому что детям проще потреблять контент подобного типа Здесь не надо разбираться, кто прав И без труда можно от одного фанатеть, а другого хейтить Я думаю, на данном этапе все зрители старше 8 лет уже поняли, что все, что делает Бадабумчик, явная постанова Но для самых маленьких я все-таки поясню подробнее Для примера возьмем шоу Бадабумчика с 50 хейтерами Которое он, кстати, талантливо подсмотрел у Егорика Каждый выпуск проходит по одному и тому же сценарию Сидит недоумевающий гость И тут внезапно из зала выбегает какой-нибудь чувак, а потом Как вы знаете, Ютуб такой материал просто не пропустит Поэтому, ребята, кто хочет увидеть полноценное видео, заходите в телеграм-канал Бадабумчик Такие вот ненавязчивые рекламки телеграма Бадабумчик пихает в каждое свое видео и по несколько раз И если раньше там хотя бы были эти фуллы, то сейчас там нету ничего, кроме того, о чем я вам расскажу чуть позже На каждый выпуск шоу Бадабумчика в качестве хейтеров приходят в основном одни и те же люди И это не один или два человека Но это просто закоренелые хейтеры, хейтеры с опытом, они уже ненавидят всех, все, они себя ненавидят Они ненавидят планету, им плевать, кого хейтить Ты им уже не нравишься Так что посмотри на их лица, посмотри, один надменнее другого Просто они как будто бы все сегодня позавтракали не яйцом пашот, а яйцом говношот, блять, посмотрите Ну, блин, посмотри просто, посмотри Посмотри, ну, ну, вот эти предвзятые Это вообще, это вообще, блять, уже кого-то хейтит из хейтеров Она уже даже не хейтит того, кто сидит перед ней Она хейтит кого-то другого Давайте посмотрим, на кого она смотрит Она смотрит на, возможно, на него Или на него Короче, не важно Так что 10 уже, да Поэтому 10, конечно, это нормально, это нормально, что приходите Это без преувеличения почти весь зал И это я еще наверняка многих пропустил Из всего этого делаем вывод, что это никакие не хейтеры с их вопросами А просто знакомые бодобумчика, проговаривающие сценарии Кстати, на этих шоу довольно часто появляется Пандочка Та самая девчонка, которая плакалась и предъявляла Дани Кашину за буллинг Считаюсь правильным, вот, заходить к девушкам И вот таким способом зарабатывать аудиторию, буллить девушек А сейчас, кстати, она мало того, что провоцирует людей Я не жирная, хватит мне написать Вот пруф, видите награды Такие награды толстым не дают Не, ну это, по сути, блядь, не контрится А награды за что? Ну, первое место за самую жирную среди худых Вот тут я вижу Самый жирный игрок World of Warcraft на китайском сервере Остальные трудно разобрать Находить свою сторону ради популярности Итак, сталкер говорит, что я толстая Это правда? Победитель какой-то там Я вешу 90 килограмм, надо худеть Толстая? Бля, какой же они трэш делают Так еще и приходит на шоу И начинает откровенно травить девочку за слишком маленький вес Я, если честно, в огромном шоке Мало того, что у нее вес 47,5 Это пиздец, почему она не такая же жирная, как и я? Я в комплекте, я как бы В обществе таких людей чувствую себя дискомфортно Тебе уже поесть, дорогуша Ну что это такое? Рыба, блядь, до кости Там кости до ноги Ноги до хуйни, блядь Ну это пиздец А отрахаешься ты как? Это же, блядь, два скелета трутся Тебе, кстати, не больно? Ой, блядь, пипец Тебе, конечно, 20 килограмм понабрали У нее индекс массы тела 16,2 Это очень худой И самое интересное, у нее содержание жира всего 3 килограмма на все тело Просто с таким процентом 6,8 Не живут Я не знаю Ну, блядь Так это... Не живут, она единственная Она бессмертная просто Знаю как И да, это скорее всего постанова Но вот как тебе, ярому противнику буллинга? Нравится его популяризировать? Да и вообще, по твоей нынешней логике Ты спасибо должна Кашину сказать за тот рейд Ты же сейчас из кожи вон лезешь Чтоб зрителей на оскорбления забайтить и популярней стать Ну а теперь я вас поздравляю Ведь мы переходим к самой интересной части видоса Но перед этим, чтобы вникнуть в суть происходящего Стоит понять Какого возраста основная часть аудитории Бадабумчика и его компании? Они тут как раз придумали свой тренд для лайка Я танцую бренданс на могиле карьеры этой Фроси Она меня не любит или что-то в этом духе? Ребят, снимайте этот тренд Это самый лучший тренд за все время Что ж, заходим в лайк Путем нехитрых манипуляций находим этот звук И что же мы видим? Я танцую бренданс на могиле карьеры этой Фроси Дети на скидку 10-8 лет Ну окей, вы мне сейчас скажете Это просто в лайк дети снимают Обычная аудитория взрослее Тогда заходим в телеграм-канал любого блогера Из компании Бадабумчика Переходим в обсуждение и смотрим список подписчиков Все, у кого есть аватарки, явно дети Из всего перечисленного делаем вывод Аудитория компашки Бадабумчика Дети 8-12 лет Им он рекламирует сайт знакомств для БДСМ У меня есть одно приложение под названием Чел, вообще, у тебя вообще рекламодателей нет, братан? Так давай я у тебя рекламу куплю, бля Чё это за пиздец? Мои стримы прорекламишь Нам как раз здесь нужно Я хотя бы поколение нормальное воспитаю Чтобы оно не было потерянным Званием Пур Там вы можете себе найти новое, так скажем, знакомство Может быть, даже немножечко пошалить Короче, ну вы поняли, о чём я говорю Чуть покопавшись в интернете Нашёл, что этот сайт Мало того, что предназначен только для интимной близости Так это ещё и скам на бабки Впрочем, скамить подписчиков Для Бадабумчика привычное дело Он уже рекламировал наёберские лутбоксы И даже каперов Ребята, всем салют Уже сегодня состоится финал Лиги Чемпионов И я надеюсь, что мой любимый Марко Ройс одержит победу Ну, мечты мечтами Но точный прогноз вы можете найти у моих друзей Из Верняка Поэтому залетайте именно к ним Правда, капереверняк На канале основатель выступает опытным прогнозистом Но в реальности таковым не является Аудитория Давида может приобрести платные инсайды Или даже воспользоваться бесплатной аналитикой Но ни те, ни другие инсайды к заработку не приведут Давайте по порядку В случае с платной аналитикой Всё просто Мошенник наживается на продажу воздуха То есть Давид придумывает прогноз И продаёт его Разумеется, ставочника в таком случае Ждёт лишь слив депозита В случае с бесплатной аналитикой Тоже всё просто Мошенник также предоставляет пустышки Но зачем? На проекте основатель постоянно рекомендует Букмекерскую контору Завлекает туда аудиторию Давид надеется, что подписчики будут совершать ставки По бесплатной аналитике на данном сайте Дайте угадаю БК там обязательно не лицензированная будет И которая работает не через Супис А знаете почему? Чтобы потом претензий подать было нельзя Потому что когда вы начнёте судебный процесс Или ещё что-то Окажется, знаете что? Она окажется на Кипре И у неё лицензия на Кипре Или в Малайзии Или в Эфиопии Ну вы поняли, да? Или вообще её нет? Это вероятнее То есть обычно вообще нет её Её просто нет Значит Так Нужно ему это для того, чтобы получать долю проигранных средств Всех своих подписчиков Ведь мошенники являются партнёром этой платформы Это, кстати говоря, один ещё из Один из Одна из форм сотрудничества с инфлюенсерами Это когда Ну, скам сотрудничества На это стоит сразу обратить внимание Когда инфлюенсеру предлагают Получать доход с уровня Доход с проигрыша То есть Допустим там миллион проиграли у тебя все зрители А ты там с этого получаешь Там 20% ещё Ну, условно говоря Заключение Проверка проекта Верняк Помогла установить реальную деятельность Давида Верняка На самом деле Мошенник не даёт качественную аналитику В своей группе Не к месту пихать рекламу своих телеграм-каналов Ну, раз уж вы этого так хотите, ладно Ну, потому что сайт с BDSM знакомствами Как бы странно, блять, это не звучало Сам себя не продаст Одно, я зайду туда Сразу же среди кринжовых кружков И прочего мусора Замечаю очень интересный момент Комментарии к постам бодобумчиков телеги Абсолютно не модерируются А что будет, если оставить огромное комьюнити Восьмилетних детей без модерации? Будет пиздец Давно уже я не видел Такого количества пиара и скам схем То на аккаунт телеграма наебать хотят То на аккаунт роблокса А некоторые вообще за робаксы просят интимки Но об этом чуть позже Ребята, не ведитесь Девочка раздаёт робобаксы Сказала за это скинуть свою Свой персик Не ведитесь Да, кикофилы вышли на новый уровень Киберуровень Напомню, что аудитория бодобумчика дети И в силу этого они легко ведутся на подобное Теряют свои Товарищ майор, приём! Нам надо бодобумчика проверить хорошенько За поощрение и распространение сексуального контента Среди маленьких детей А также привлечение их к непонятной и незаконной деятельностью Там уже на несколько статей у этого клоунунчика, блин, накидалось И аккаунты, деньги, а иногда и кое-что более серьёзное Для полного понимания ситуации держите в голове, что бодобумчик знает о происходящем в своём чате Мошенников много На какой-то скил, короче, её наебали там Мне даже в комментариях пишут, типа, то, что вот бесплатный робакс, какая-то валюта Вот это вообще отличное видео Он только что доказал, что он ещё и в курсе этого То есть он намеренно это не модерирует Ходи, это, ну, да, есть которые мошенник, которые наживаются Блядь, мудло, есть уже автоматические боты Ты не можешь, блядь, настроить это? Бля, какой же конченый челик Но почему-то нанять модераторов он не хочет Может, лень, может... Да какой нанять? Да там даже без найма модераторов всё, конечно, не вычестишь Но сразу процентов на 60, на 70, этого будет меньше Сразу же Просто подключение автоматических ботов модерации в телеграм-каналы Я не знаю Денег жалко, кто знает Чаты компашки Бодобумчик, а рай для педофайлов Здесь их никто не забанит, а потому все чаты наполнены сообщениями подобного характера Ищу очень пошлую и послушную девушку 9 и 11 лет для выполнения пошлых заданий Пиши в ЛС, покажу большой Казашки пишите тоже Здравствуйте, ищу горячую девушку от 8 до 12 лет Напишите мне личное сообщение Ищу очень пошлую и большую палку 9 и 11 лет для выполнения военных задач Пиши в ЛС, покажу большой гранатомёт В первый раз это увидев, я, честно говоря, охуел конкретно Я написал этим ребяткам, прикинувшись кандидаткой на роль горячей девушки 8 лет И попытался выведать у них хоть какую-то информацию Но они оказались профессионалами Ну я стесняюсь немного, а тебя как зовут? Сними нижнее бельё, сними видео, отправь его мне Почему ты не отвечаешь на вопросы? Пока Своего дела Говорить они со мной не желали И просили сразу приступить к отправлению Можешь снять на видео свою маленькую безволосую киску? Ну это речь о коте сфинксе Они лысые, если вы знаете И прислать мне Мои безволосые киски Но они не учли, что моя киска волосатая Ладно, на самом деле то, что они даже не хотят со мной говорить А сразу переходят к делу Наталкивает на мысль Что параллельно мне им пишет множество маленьких девочек Свою гипотезу я решил проверить Прикинувшись педофайлом Я разослал по чатам компашки Бодобумчика Следующее сообщение Ищу девочку помладше для... Пишите в ЛС Мне стоило всего лишь пару раз отправить это в чат И мне в личку сразу же посыпались сообщения Вы думаете меня там хуесосили и смерти мне желали? Нет, это были девчонки, готовые согласиться на мое предложение Я путем проверки от сил фейков и получил неутешительный результат За 20 минут мне написали 7 девочек Приблизительно 8-11 лет Готовые обменяться фотками Полные переписки, кстати, уже в моем ТГ-канале Ссылка внизу Страшно представить, сколько девочек так можно развести Посидев в чате всего лишь пару дней Я, конечно, предупредил всех, с кем общался о том Что никогда и никому в интернете нельзя свои нюцы скидывать Но я очень сомневаюсь, что они меня послушают Это ж дети Бадабумчик ведь... Слушайте, все прикол приколом, но... Без шуток... Это че за хрень? ...де происходящее в своем чате модерацию не нанимает Я считаю, что это бездействие делает его без преувеличения пособником педофилии Да, да А проблема оказалась намного шире Такое происходит в ТГ-каналах огромного количества лайкеров Самое большое скопление педофайлов было обнаружено в чате Roblox Queen Подружки Бадабумчика Также они присутствуют в чатах Фроси, Пандочки, Лизы Мели, Полины Хлеб и даже Жени Лизагуба И более того, я уверен, что этот список можно продолжать Только путем общественного резонанса мы сможем искоренить эту проблему Поэтому я вас прошу, распространяйте это видео везде Бадабумчик и его компашка являются самыми настоящими похитителями детства Их подписчики рискуют попасть в огромные неприятности благодаря своим кумирам И ладно, если они просто, поведясь на рекламу Бадабумчика, проиграют пару тысяч маминых рублей на кейсах Или просрут аккаунт в своем любимом Roblox Но бля, какой актер Ведь они в силу своей наивности могут попасть в сети к педофайлам Которые выпросят у них интимные фотографии А позже с их помощью начнут шантажировать ребенка А до чего это доведет и какое влияние окажет на детскую психику, остается только гадать Не забывайте, что переписки из этого видео, инфа про новые ролики, а также моя жизнь Это... это жесть Держу в курсе После моего видео Бадабумчик закрыл комменты в своем ТГ и уже сейчас ищет модераторов Остается решить вопрос с чатами остальных лайкеров Вся дальнейшая тряска будет Он уже закрыл Но вообще, этого клоуна надо проверить в целом Его и его ебаную деятельность И того, что он на детскую аудиторию рекламирует Сайты знакомств сексуального характера и так далее Это вообще ненормальная хрень Че это за клоун вообще лысый? Его надо знатно, блядь, чопикому по самой гланды закрутить туда Чтобы он понял, че надо, а че не надо делать Надо, конечно, следить за этой ситуацией Потому что посмотреть, к чему он сам придет, блядь, что он это Если что, его надо просто закидать заявами в ментовку И все Да, вот это, кстати говоря, да Удивительно, неожиданный видосик, да, получился? И так далее Продолжение следует...